Здравствуйте, в эфире Народного канала программа «Актуальное интервью». У нас в гостях президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Хирург-Залдостанов и Сергей Мамуков, работник Балаклавского рода управления. Давайте разберемся. БРУ в 2006 году было куплено смарт-холдингом Вадима Новинскому. Он принадлежит Вадиму Новинскому. В 2010 году Верховный суд Украины признал, что приватизация пришла законно. Гора Госфорта и вообще территория горы Госфорта является, как утверждает сторона БРУ, структурным подразделением этого предприятия. Соответственно, они и говорят, что это земля наша. И между вами, опять же, по слухам, сейчас мы все уточним, между вами и Вадимом Новинским был заключен устный договор на право пользования этой землей с 2007 или 2010 года. Я точно не могу это сказать. Проясните, пожалуйста, вот... Слушайте, они много чего заявляют, много чего говорят. Давайте смотреть просто фактом в лицо, а не верить в лицо просто голословно заключаясь за заявлением. Мы из металлолома, из мусора сделали на произведение искусства, если хотите. Это только-только еще за эти 6 лет. Вот так как мы смогли это сделать, еще даже не представляя тогда, каким результатом, каким последствием все это действительно приведет, что мечта материализуется наша. Вот мы создали, по сути, предпосылку не только площадки такой молодежной, многофункциональной для Севастополя, для всей России, куда может приезжать. И мы это наглядно продемонстрировали. И все эти 6 лет мы это демонстрировали, оставляя очень много там труда. Мы переделали из этого мусора, мы сделали из оставшегося уже металлолома, можно так назвать, да? То сделали из него сцену, причем низкоуровневую, сделали эстакады, сделали из него трамплины, кикеры, заезды, площадки для спорта, площадки для фристайла, для больших программ, для... По сути, здесь создали площадку такую под открытым методом, даже для театра, если хотите. И это действительно будет... И в будущем мы планируем это все дело развивать, не трогая экологическую составляющую, очень уникальную этой горы Госфорта, сделать ее действительно привлекательным молодежным проектом. По поводу земли я вас все-таки перебью. Именно по поводу земли. Понятно, что конструкции, которые вы благоустроили, облагородили, это вам принадлежит. Земля, вы считаете, сейчас принадлежит городу, поэтому, наверное, третья сторона в суде сейчас и представлена. Безусловно. Это и по закону земля, и по справедливости земля не может принадлежать киевскому олигархату. Не может принадлежать людям, которые из Киева будут указывать и претендовать на землю Севастополя. Достаточно уже и того, что они ведут варварским способом, ведут вывозить недры из Севастополя. И я слышал, например, для меня это не являлось плюсом тот факт, что увеличилась добыча продукции. Потому что понятно, почему она увеличилась. Потому что это недра Севастополя, едут сейчас на Украину, которая сейчас переводится на военные рельсы. Эта продукция используется потом для военных целей, для того, чтобы потом уничтожать мирные города на юго-востоке Украины. Она, это не есть хорошо. Причем, более того, я прекрасно понимаю, отдаю себе отчет, никто деньги возвращать к Севастополю не будет. На ваш взгляд, предприятие надо национализировать, да? Это на взгляд людей, которые работают там, которые сами знают изнутри всю ситуацию. Сергей, на ваш взгляд, надо национализировать предприятие, а вы как сотрудник? Только что было сказано по поводу «Газфорта». Хочу, кстати говоря, заметить еще одну деталь, что предприятие в 2016 году будет отмечать свое 80-летие. То есть оно основано в 1936 году. И основано оно не Украиной, а Россией. На тот момент Крым был все-таки в составе России. И долгое время он поднимался, опять же, только при Советском Союзе. И когда вот произошло, когда у нас произошла вот эта вот продажа предприятия, фактически, можно сказать, что на будущем предприятие был поставлен просто в бит гвоздь. Все это прекрасно поняли. Но, увы, в Украине никто ничего не мог тогда сделать. Сейчас, вот сейчас есть, даже вот, если позволите, я обращусь. Обращаюсь ко всем парламентариям России с просьбой обратить особое внимание на коллективы, которые сегодня работают по законам Украины, хотя они являются гражданами России. И могу заявить от большинства трудового рабочего коллектива БРУ, что работать на АТО мы не хотим. И вести рабское существование тоже. Не для того мы отдали 16 марта свои голоса за воссоединение со своим Отечеством. Просим услышать своих граждан, которые сегодня за любовь России просто преследуют и подвергают гонениям. И это в Ленинадарном Севастополе, городе русских моряков и воинской славы. Опровергаем всю ложь, льющийся с уст руководства БРУ о том, что заработная плата за год увеличилась трижды. Для этого есть у нас документы. Мы можем показать, вот, буквально, я сегодня взял табелиграммы. И люди, вот, я могу прочитать, зачитать даже зарплату, которую мне вот показали. То есть, зарплата вот в гривнах у нас подается, в смысле, начисляется. 3442. Давайте на камеру мою покажем. Да. Вот, пожалуйста. Это не 16, не 17, не 13 тысяч. Вот такая же зарплата 3600. Зарплата 1829. Нету никаких этих зарплат, то, что вам говорят. Это все ложь. Сегодня, не стесняюсь, публично нам заявляют, открыто, что это временно оккупированная территория. Непосредственно Валерий Петрович на собраниях. И повышения зарплаты не будет. Массово принимаются на работу граждане Украины с более высокой заработкой. И выживаются низкой оплатой труда. Севастопольцы – люди, имеющие квалифицированный опыт, умеющие и желающие работать. Но сегодня нужны молчаливые и угодливые рабы, а не специалисты. Рабочий коллектив возмущен той ложью, которая звучит из уст руководителей БРУ о перспективах предприятия и назначенным руководством председателем правкома, которого коллектив не избирал. Еще хочу сказать от коллектива, что коллектив поддерживает политику своего президента и будет все делать для того, чтобы помочь ему в улучшении климата и в улучшении ситуации в Севастополе. Мы, большинство людей, ребят, состояли в ополчениях, которые были созданы у нас в тот момент. И если опять понадобится встать в это ополчение, мы вновь все встанем. А на ваш взгляд, вообще разработка горы Гасфорта, возобновление, возобновление там добычи, каких-либо негр. Нельзя этого делать. И не по экологии нельзя делать. Понятно, что по экологии нельзя, что было заморожено, это все именно из-за того, что наносило вред экологии. Но вот это производство, если вдруг его разрешат, на ваш взгляд, оно может поднять предприятие с колен или нет? Для того, чтобы, я вам так скажу, давайте чисто экономически говорить, чтобы его поднять с колен, надо вложить столько сейчас денег, потому что той инфраструктуры сейчас на Гасфорте нету, она разграблена. По большому счету, вот сейчас вот эта тяжба идет, я вам откровенно хочу сказать, только для того, чтобы просто его порезать, забрать и все порезать на металлолом. Вот и все. Больше бы ничего не нужно руководству. Для этого все идет. Я подтверждаю эти слова, чтобы вы просто поняли, наш конфликт начался именно с этого момента. У нас конфликт начался именно с момента, когда туда приехали машины с одной целью, для того, чтобы вывезти оттуда конструкцию, издать их на металлолом. Извините, мы столько времени там строили, мы столько лет там жили, это город Гасфорта. У меня есть люди, которые с 2008 года отказались от всего, оставили квартиры, работы в Москве, переехали туда, чтобы делать для Севастополя первую тогда программу, посвященную России. В полевых условиях жили под кустами. И вот сейчас вот сама ситуация, когда приезжают туда, говорят, мы генералы из Киева тут приехали, мы должны все здесь отсюда вывезти, потому что это не ваше. Извините, а чье? Все, что здесь было, это было точно не вашим, это было Советским Союзом. Проект сам Балклава Грин стал рождаться в голове после нашего проведенных нами первых мероприятий, когда показали, какую может быть иметь привлекательность эта площадка. Она преобразилась, мы как видели, как чудо, действительно, преобразилась площадка. Вот в эти дни, когда проходили байк-шоу, отсюда появился этот пресловутый Балклава Грин. Только мы не верим в то, что Запад нам поможет. Выпрашивать деньги, это пустое занятие. Деньги могут нам дать только в одном случае, на разрушение. Поэтому это все, это понятно для нас, это все то, что мы сейчас слышали, это то, что говорил Немченко, это все, конечно, пустые слова. В производство ничего не вкладывалось, вы это сами прекрасно знаете. Вот все дорабатывалось, доедая остатки Советского Союза. Все эти машины, все эти механизмы, все это оборудование, которое было, оно осталось еще с того времени, со времен Советского Союза. И оно продолжает так нещадно этот задел эксплуатироваться. Если в тот момент еще это никому бы не было нужно, в тот момент никакие рекреационные мероприятия не производились. По сути, просто никому не было интересно вкладывать сюда деньги. Да не считалось это своим. Какой им Севастополь? Они только свои деньги защищают, которые у них там в Америке, там лежат в банках. Где там слушают и управляют Украиной, сейчас, конечно, даже не они, а посол США, там в Киеве управляют всеми процессами. Потому что так они еще более того не лезут еще сюда, в Севастополь, и здесь еще пытаются отбирать землю у Севастополя. Мы будем следить за развитием этих событий, все-таки будем следить за судебными заседаниями, назначено очередное на 2 декабря. Спасибо вам большое за беседу. С праздником морской пехоты, 810-й бригады морской пехоты, которая сегодня отмечается всем Севастополем. Спасибо. А это была программа «Актуальное интервью». А у нас в гостях президент мото-клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов и работник Балаклавского руда управления Сергей Мамуков. Увидимся. Продолжение следует...